Здравствуйте! В эфире телеканал «Акарибу» служба новостей. В студии для вас работает Александр Ширудила и сегодня в выпуске. Долгожданное событие. Несколько часов назад в Магаданскую бухту вошел всемирно известный фрегат «Паллада». Заложники темноты. Жителям микрорайона «Пионерный» вот уже третью неделю карманные фонарики заменяют уличное освещение. Кто и как решит проблему. Еще одна медаль в копилку спортивных достижений Колымы в силовом Трайборье. И вновь наперед встали представительница слабого пола. В скором времени в домах магаданцев наконец-то станет тепло. С 15 сентября начнется запуск системы отопления. К 20 числу тепло появится во всех районах города. В связи с этим МЧС России по Магаданской области призывают внимательно отнестись к проверке исправности системы отопления. Кроме этого, жителям верхних этажей не забыть провести профилактические мероприятия, развоздушить систему. Вот уже третью неделю нет света во дворах домов по улице Речной. Что случилось с освещением и когда зажгут фонари, расскажет Анна Карнетова. Жители дома 61, корпус 4 по улице Речная уже третью неделю по вечерам не выходят из дома. А причиной всему является отсутствие уличного освещения. Дело в том, что у нас на пионерном внизу там делают ремонтные работы, трубы отопления, что ли, не знаю что. И, видимо, уронили столб и нет у нас освещения пол пионерного. Темнота, царящая в этих дворах, создает опасность как для людей, так и для автомобилей. Ведь передвигаться по тротуару в такой обстановке не представляется возможным. Вот и приходится с риском для жизни ходить по краю проезжей части. Жильцы нашего дома коллективно обращались в Горсвет, звонили по телефону о проблеме нашей. Звонили на горячую линию мэрии города Магадана, тоже с обращением. И писали, коллективное обращение было в общественную приемную партии «Единой России». Ответа пока что нам ниоткуда не последовало. Ситуацию жильцам этого района сотрудники предприятия Горсвет прокомментировали по телефону так. Когда закончатся ремонтные работы, тогда и будет свет. А когда произойдет столь долгожданное событие, не знает никто. Остается надеяться, что это случится в ближайшем будущем и что за период ожидания никто не пострадает. Анна Корнетова, Виталий Моряков, специально для службы новостей. Жилой дом без окон, дверей, света и коммуникаций. Где расположен такой дом и кто в нем проживает в нашем следующем сюжете. Двухэтажное здание по адресу Морская 19-20 представляет собой плачевное зрелище. В доме выбиты стекла, выломаны двери, отсутствуют все необходимые коммуникации. В бывших квартирах можно увидеть только груды мусора. Здание, казалось бы, находится в аварийном состоянии и подлежит сносу. Но нет, по документам это жилой дом и в нем все еще прописаны люди. Абсурд ситуации заключается в том, что этот дом до сих пор числится на балансе как жилой. Хотя в нем действительно живут люди, только без определенного места жительства. Для них пустующий дом – настоящая находка, место, где можно устроить ночлег. Конечно же, он создает не только нереспектабельный вид к подъезду к нашему учреждению, но также представляет и некую опасность здоровью наших сотрудников. Постоянные аварии на водопроводе и теплотрассе, ведущей к дому, и работы по их устранению, привели дороги в неудовлетворительное состояние. И пока решается вопрос о признании дома аварийным, местным жителям остается только мириться с неблагополучным соседством и ждать, когда отремонтируют дороги. Анна Корнетова, Виталий Моряков, специально для службы новостей. Детская больница Магадани теперь носит имя заслуженного врача Любови Гордеевой. Именно с ее именем связано становление и развитие педиатрической и инфекционной служб города. На торжественной церемонии открытия мемориальной доски присутствовали первые лица города, главный врач областной детской больницы и коллектив медучреждения. Сегодня детское инфекционное отделение располагается в здании бывшего 12-го интерната. В будущем здесь планируется создать большой детский медицинский центр. Уже подготовлена проектная документация, ведутся первые строительные работы. Наверное, мамой второй могут назвать и сегодня сотни тысячи магаданцев. Я уже не говорю о том огромном вкладе, который внесла Любовь Артемьевна в развитие нашего детского здравоохранения, вообще создание настоящей педиатрической и детской службы и прежде всего в сфере инфекционных заболеваний. Социальная защита граждан, а в частности малоимущих слоев населения – приоритет нашей страны. Наряду с другими регионами России на Колыме ведется работа по улучшению качества жизни людей, особо нуждающихся в поддержке и помощи. Так уже 11 лет в Магадане без сбоев работает цех по предоставлению горячего питания. В большой семье Демьяненко 10-летний Влад главный по кухне. На нем лежит большая ответственность. Ведь независимо от погоды, его главная задача – обеспечить горячим обедом всех членов семьи. А их ни много ни мало – пять человек. Помогают ему в этом нелегком деле повара магаданского цеха по предоставлению горячего питания. А пока социальные работники заняты делом, Влад не теряет времени зря. Я уже сюда хожу год. Тут готовят хорошо. Семья у нас большая, целых пять человек. Мне пока там все накладывают, я успеваю поесть. Вместе с Владиком отведать первое, второе и компот в день приходят 130 человек. Среди них многодетные и неполные семьи, одиноко проживающие пенсионеры, люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, граждане, освободившиеся из мест лишения свободы, инвалиды, а также семьи, чей доход ниже половины прожиточного минимума, утвержденного в нашем регионе. Каждого посетителя здесь знают и любят, поэтому и еду готовят, как для очень большой семьи. Меню разнообразное. То есть за неделю мы не повторяем ни одного блюда. Ассортимент товаров у нас, продуктов, в общем-то, неплохой. Это и окорочка, мясо, крупы всевозможные, овощи. Ну, к праздникам стараемся и салатики им сделать, вот, и булочки спечь, пирожки. За 11 лет существования социальной столовой режим ее работы не нарушился ни разу. Как всегда, посетители рады видеть в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов с понедельника по пятницу с 12 до 2 дня. А узнать, как оформить направление на получение горячего питания, можно в интернете или непосредственно в Центре. Перечень необходимых документов у нас размещен на нашем сайте, официальном сайте учреждения. На стендах даем информацию в газете. Второй кабинет, пожалуйста, приходите. Бесспорно, все проблемы малоимущих слоев населения нуждаются в скорейшем решении. Но если многие из них решаются постепенно, то с обеспечением питанием медлить нельзя. Стесняться посещать подобные заведения не стоит, ведь в трудную жизненную ситуацию может попасть каждый из нас. Тем более, кормят здесь очень вкусно. Олеся Хитагурова, Евгений Яковлев. Специально для службы новостей. Несколько часов назад в акватории Ногаевской бухты бросил якорь всемирно известный фрегат «Паллада». Трехмачтовый учебный корабль с полным парусным вооружением впервые прибыл в Магадан. «Паллада» – полноправная наследница парусной эпохи. 26 парусов общей площадью около 3000 квадратных метров позволяют ей развивать скорость более 18 узлов. Эта особенность обеспечила фрегату место в Книге рекордов Гиннеса. Кроме этого, два раза «Паллада» отправлялась в кругосветное путешествие, установив еще один рекорд. Беспрерывно провела в море 311 дней. Из-за шторма в Охотском море фрегат зашел в бухту с задержкой на сутки. Уже 15 сентября магаданцам будут доступны экскурсии. Попасть на судно магаданцам можно будет из сквера морского. Четыре автобуса будут отходить в указанные дни с 14 до 16.00. А в пятницу 16 сентября в 20.00 барк пришвартуется в бухте у сквера морской и станет главным героем вечера. Будет включена вся корабельная иллюминация. Также гости смогут узнать историю судна. А еще магаданцев ждет праздничный салют. Очередное призовое место, полученное на мировой спортивной арене, пополнило копилку Колымы. На этот раз в центре внимания стоит одаренная молодая спортсменка Олеся Нестеренко. Подробности далее. Не только боксом и лыжами славен наш край. Теперь в мире пауэрлифтинга зажиглась молодая звездочка. Удивительно то, что в свои 15 лет Олеся отдала предпочтение такому неженскому виду спорта. В пауэрлифтинг она пришла еще три года назад и поставила себе цель стать сильнее всех. Результат не заставил себя ждать, ведь юная силачка уже выполнила норматив для присуждения ей мастера спорта. Но в силу того, что девушка не достигла 16-летнего возраста, официальное присвоение титула отложено. Ну, волнение, конечно, было. Я переживала. Ну, в то же время была рада, что первая из Магданской области выехала вообще на чемпионат мира. Не, ну, конечно, я боялась. Не то, что их боялась, а все равно переживала, потому что там была борьба за серебро. Но все равно вот такое ощущение, особенно вот то, что ты выступаешь за свою страну, за свою родину, как бы. Особенно, когда на пятиставе стоишь, играет Ким, вот твоей страны, ты стоишь с флагом. Ну, это гордость, во-первых, вообще там непередаваемые ощущения. Ну, так рада, конечно, больше не за себя, а за то, что, ну, из-за моего второго места мы взяли командный зачет. Только упорными тренировками возможно добиться таких результатов в этом нелегком спорте. Многие знакомые Олесе, вдохновленные ее успехом, уже начали посещать спортивный зал. На этой подставке находится примерно 175 килограмм железа. И для того, чтобы мне в моей весовой категории получить хотя бы первый юношеский разряд, придется в трех упражнениях набрать в два раза больше. Достижение Олеси во многом заслуга ее тренера Михаила Крюкова. Ведь именно он увидел скрытый потенциал девушки и до сих пор помогает в улучшении навыков и техники молодой спортсменки. Это было первенство мира по паралифтингу, экипировочный дивизион. Польша, город Ширк, самый юго-восток Польши. То есть добираться туда проблематично. Это лететь до Москвы, дальше летим до Варшавы, потом летим до Катовицы и еще машины до Ширка. Это уже ночью все было. Три самолета плюс еще такой наземный транспорт. Про пауэрлифтинг сложилось много стереотипов. Один из них – девушка не должна заниматься таким видом спорта. Раньше так и было. Но Олеся не единственная, кто опровергла его. Ведь сейчас на соревнованиях часто выступают представительницы слабого пола, доказывая в очередной раз, что девушке отнюдь не слабый пол. Александр Ширудила, Виталий Моряков. Специально для Службы новостей. На этом у нас все. Оставайтесь в курсе событий. Смотрите телеканал «Карибу». Скоро будут новости. Продолжение следует. Пожалуйста, уберите за своей собакой.